Здравствуй, дорогой товарищ. Я слышал, что ты постоянно смотришь сериалы, ленишься и больше ничего не делаешь. Ну ты и работник. Спасибо, товарищ президент. Ну и по традиции, три секунды истории. В 1998 год Андреем Рогачевым и Александром Гирда основывается «Пятерка». Первый магазин торговой сети открывается в 1999 году в Санкт-Петербурге. В 2001 году «Пятерка» выходит на московский рынок. И пошло-поехало, завертелось, закрутилось. В 2006 году произошло слияние торговых сетей «Пятерка» и «Перекресток». Образована компания «Х5 Ритейл Групп». В 2008 году «Х5 Ритейл Групп» покупает сеть «Карусель». В 2010 году «Х5» приобретает торговую сеть «Копейка». Более 60-ти 600 универсамов и 7 распределительных центров. Все приобретенные универсамы были ребрендированы в «Пятерочки». В 2020 год крупнейший российский ритейлер «Х5 Ритейл Групп» объявила запуске новой сети жестких дискаунтеров под названием «Чижик». Эпать, как страшно! Да, фантазия у больших дядей не в тот бутерброд заглядывает. В Темке Лебедеву бы обратились. Ну да ладно. Интересные факты. В феврале 2005 года торговая сеть приобрела права на мультфильм «Ну погоди» и даже выпустила впоследствии две новые серии. 19-ю в 2005 и 20-ю в 2006 годах, которые снял режиссер Алексей Котеночкин, сын знаменитого Вячеслава Котеночкина. В январе 2013 года «Х5» заключила лицензионный договор с оргкомитетом «Сочи-2014». В соответствии с ним компания стала официальным оператором розничных продаж зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи и предложила покупателям около тысячи наименований товаров с олимпийской символикой «Сочи-2014» во всех «пятерочках» в 45 регионах России. Мы жили в просторной двушке с хорошей кухней и огромной лоджией. Папа летом любил там спать. Я же довольствовалась спальней. Ее окна выходили не во двор, как хотелось бы, а на дорогу. Через дорогу красовался огромный семейный магнит, расположившийся на первом этаже девятиэтажки. Чуть правее в соседнем доме. Ну куда же без нее, примастилась пятерочка. Сама я больше любила ходить в пятерочку. Но некоторые продукты брала в магните, арахис, хлебцы, кое-какие мучные изделия. Поставщики товаров, видать, разные. Мои родители ходили в магнит по выходным, а мясо, овощи и творог брали на рынке. Сколько я простояла возле окна, созерцая парковки магнита и пятерочки, уже не помню. Но когда очнулась, побрела в зал. Отрывок из книги. Дар Пелевина. Ну а теперь к главному. Отзывы сотрудничков. Стабильный доход в соцпакет. Продавец-кассир. Город-Самара. Компания сама по себе неплохая. Все зависит от того, в какой магазин попадете, а какое там будет местное руководство. Если люди адекватные, то работается легко и даже с удовольствием. Правда, порой бывает физически тяжеловато. А вот если с начальством не повезет, то тут может быть все, на что у них наглости хватит. И бесплатные переработки, и оплата просрочки, и хамство мне однажды даже больничные не стали проводить из вредности. Все это произошло со мной после перевода, так сказать, поближе к дому. До этого я работала в другой пятерке, и ни про что такое даже и не знала. Теперь буду опять переводиться. При трудоустройстве четко проговаривайте, что не согласны на переработки и тому подобную хрень. Все это незаконно, и заставить никто не имеет права. А вообще, организация хорошая, быстрый карьерный рост, подарки детям на Новый год, соцпакет, есть портал для сотрудников, это очень удобно. Главное попасть к адекватному директору. Плюсы, соцпакет, минусы, физически тяжеловато. Вот так. Кассир город Выкса. Дринная компания, женская тюрьма. Где всем присущи лизать жопу. Начальство только название. Считают кассы без тебя, а потом ты должна платить. В эту хуйню не стоит идти ни зачем. Проработала месяц, и бегу оттуда. А они за пакеты еще хотят, чтоб я заплатила. Чушь собачье и гнилье, гнилье последнее. Плюсы, отсутствуют, минусы. Жизни не хватит перечислить. Писулька и Кассир город Великий Новгород. Компания хорошая, в коллектив кого попало не берут. И за время работы в двух филиалах каких-либо быдланов я не встречал. Руководство адекватное, выше нормы. И чего-то, что в твои обязанности не входит, не требует. Задержек по зарплате нет. Все всем выплачивается в один день и без каких-либо проблем. Но буквально сегодня ночью произошло то, что мне очень не понравилось. Сегодня ночью мне позвонили какие-то два левых мужика. И начали говорить что-то про испорченную колбасу. Уповая на то, что им дали номер из первого магазина, в котором я работал. Это вообще что? Бред какой-то. Почему у них мой номер телефона? И какое право они имеют давать мой номер телефона? Кому попало? Магниды. Жалуются. Да что там жалуются? Рыдает продавец-кассир. Теперь уже Нижний Новгород. Работа не для урановешенных людей. Негатива так много, что не описать словами. Я все четыре месяца сидела на Афабазоле. Хорошо хоть не на Эфидрине. Чтобы хотя бы выспаться ночью. Меня сразу поместили в отдел молочки. Это тотальный пиздец, скажу я вам, чтобы вы понимали. Ничего не объяснили толком. Как вставить новую продукцию и куда? Все битком. У каких продуктов когда делать уценку? Товары молочные не только в холодильнике. Ну и в жопе магазина на сухом отделе. Помимо этого яйца и майонезы. И все ты должна быстро проверить на просрочку. Ка не пришли палеты. Выставить свежак на задки из холодильника. И в это же время должна бегать на кассу каждые три минуты. Ибо очередь, а кассиров нет. Мало того, что заставили на пять через два работать. Так еще и никогда вовремя не отпускали. Приходишь к девяти двадцати. Ты уходишь, Бог даст к девятнадцати тридцати. Пашешь без передыха. Никаких тебе обедов. Все это ложь полная. Я там один раз на обеде. Тридцать минут была из должных полтора часа. И то потому, что директор ушла. И все могли адекватно покушать. А директриса просто ужасная женщина. Я такого руководителя еще не встречала. Она накосячит. Виновата ты будешь. Жрете вы долго. Палеты разбираете долго. На кассе обслуживаете долго. Работать вы не хотите. Заняться вам нечем. Ключевые фразочки директора. Одно радовало, когда она уходила. И ее маты и оры с гневным лицом, словно она ударить хочет, пропадали. Работа и так стрессовая. Ты выслушиваешь. Много за ценники от покупателей. За просрочку. За все просто. Ты морально и физически к концу дня чувствуешь себя клубочком, который рассыпается. Помимо этого на тебя еще и руководитель гонит. Начинает злиться и отыгрываться на тебе. Больше. Плюсы. Да нет их. ЗП никак не покрывает затраченных усилий и времени, которое вы бесплатно отдаете магазину в любой момент своего выходного. Будьте готовы, что в 7 утра вам позвонят и наорут, чтобы вы вышли, ведь некому. Минусы нет. Ох и дамочка. Плюсов нет и минусов нет. Ну да ладно, идем дальше. Учит жизни работник город Москва. Работал админом. Удовлетворительная работа. Совершенства нигде нет в мире. Работа очень тяжелая. Как психически, так и физически. Смогут работать не все. Лишь те, у кого невероятное терпение с рождения. Скажем так. Я лично считаю, что те, кто не идут в армию, работа в торговых компаниях не только в пятерочке. Очень кстати. Закалка для парней. Что надо, все увидишь. От плохого до хорошего. И голод. И холод. И без еды. И без сна. И холодные ночи в 45-м в грязных панталонах. И прерванные сны. И минет товарищу в окопах под Сталин. Но это меня уже понесло. Скажем так. Превращает сопляков в мужиков. Как только все увидели, можно менять работы. Умные ребята, получив закалку, открывают свои бизнеса. Берут в аренду что-либо. Создают свое личное. То есть кто не понимает сферу бизнеса, ошибки, расчеты, халатность и так далее. Стоит обязательно поработать. Глаза на мир открывает сразу. Если даже у вас нет образования. Скажу честно. Окончил МГТУ имени Баумана. Инженер-технолог. Сейчас аспирант в данный момент. Я думал, что знаю достаточно, чтобы открыть бизнес. А оказалось нет. Я вообще ничего не знаю. А точнее не знал. После пятерочки. Ноль, 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 ноль. Одна тысячная. Что-то узнал. Я считаю, что это второе образование. После первого. Причем гораздо важнее, чем университет. Так жизнь знать настолько реально я еще никогда не знал. До этого как будто в скорлупе инкубаторный человек. Так себе, а не человек. 99% молодежь такая, не удивляйтесь. Такие места, как пятерка, заставляют работать голову через все. Желудок в том числе. Я бы посоветовал каждому родителю вообще туда трудоустроить ребенка на первое время. Вы своего отпрыска не узнаете после этого. Дальше пусть увольняется на все четыре стороны. Но точно вас обеспечить сможет в дальнейшем. Те, кто устраиваются работать как основа жизни. У тех все понятно. Я лично никогда больше. Восхваляет пятерку продавец-кассир город Казань. Плюсы. Первое, что хочу сказать. Опыт работы в данной сети. Да и вообще в любом месте будет зависеть от того, на какой коллектив и директора вы попадете. Мне повезло. И директор у меня великолепный. Отсюда, думаю, и мои высокие оценки этой сети. Теперь по плюсам. Первое, конечно, официальное трудоустройство и белое ЗП. Удобный, пусть и временами, нерабочий личный кабинет, где видно всю нужную информацию. Зарплата. Тут вообще можно долго вести разговор. Но у меня за все время, что я работаю, около 9 месяцев. При графике 5 через 2 за месяц выходит около 29 косарей чистыми. Это почасовая ставка плюс премия и налог. Для меня на данном этапе жизни таких денег достаточно. Чак-чак. 8-7-3. 3-2-7-2-5-7. Обед. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Обед тут как повезет. Иногда сидим час. Иногда за 20 минут кушаем. Вечером, если есть возможность, тоже идем перекусить минут на 10. Работать тяжело, в основном морально. Бывают и злые, и грубые, но также очень много добрых и светлых людей. Что можно, собственно, улучшить? Перестаньте уже приглашать соискателей в магазины, где по факту сотрудники не требуются информацию проверить дело нескольких минуточек. И хватит уже ежедневно менять цены на разные товары. Только вчера цена была, допустим, 280. Сегодня вдруг на кассе пробивается по скидке за 179 рублей. Я иду, меняю ценник. И завтра обязательно ценник снова поменяется на какие-нибудь 269. Вы думаете, у нас работы мало? Нужно еще бегать каждый раз ставить цены? Один раз в неделю поменяли, и все на этом. Тогда и возмущения покупателей меньше будет, и у работников стресса меньше. Планограммы, отдельный котел в аду для тех, кто их придумывает, твари. Абсолютно бесполезная трата времени. А эти фразы, вы слышали эти стрёмные фразы, которые мы обязаны покупателям говорить? Всегда ждем в гости, бла. Никто не умрет, если кассир будет вежливым и говорить по делу, а не базарить о том, какой у нас шоколад по акции, и как мы ждем человека в гости. Какой-то бред. Кассовый уровень тоже дичь какая-то. Долго не могла понять, почему у меня на кассе постоянно какие-то запредельные очереди. По отчетам компьютера, то 10 человек, то 20, и каждый день такое. А на деле ни разу столько не стояло. Оказалось, что и супер умный компьютер считает, что если чеки идут друг за другом за короткий промежуток времени, то это значит все стояли и ждали. А я просто по одному, то жвачку пробью, второй подойдет, сигаретки возьмет и ушел. Сразу третий подходит и так далее. Не какао. Я думаю, что годнота Ивана у нас способный и талантливый человек. Ну и на закусочку стихоблудничает Николай Марута. Отличная пятерочка на улице Тверской. Под Новый год под елочкой нас радует халвой. Халва с халвой две разницы. Одна другой не в счет. Одна халва проказница, другой халве почет. Девчонки из пятерочки наедине вдвоем. Согласно поговорочке совру что где почем. Но мы не обижаемся. В ответ и мы соврем. В пятерочке встречаемся. И гимн халве поем. Халва собственно беспроцентная кредитка совком банка. Вот такие дела. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...